Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сезон 14.15, но я говорю начало 14 года, то есть весна 14, сезон 2013. Вторая половина сезона. Сезон 14.15, но я говорю начало 14.15, но я говорю начало 14.15, но я говорю начало 14.15. Сезон 14.15, но я говорю начало 40.16, но я говорю начало 14.15. Вот здесь гостиница, вот это где? Сейчас ангар, да. Вот, а мы, это же вертолётный ангар был. Здесь же накопки. Это вот, или, вы сказали. Подписывайтесь на наш канал. На всякий случай, знаю, что у меня нахрен. Это что у меня нахрен. Полиции, да, подождите, при чём? Нахрен, я нахрен. Заходите, мы отпускаем, а сейчас они не покажут. Полотёр уже задержит. Нет первого, два, три, два. Больше вопросов. Не менее ваше беспокойство нам понятно. Спасибо огромное за это. Я искренне вам желаю пресс-святого успеха. И самое главное, чтобы на этом судьбе когда-нибудь в Спартаке, при вашем непосредственном счастье, выгнал золотые вводы в чемпионат. Когда-нибудь. Это будет на этом судьбе происходить часто. Ну и самый исключительный вопрос уже, как говорится, на загорание чемпионата Европы по футболу. Вы уже знаете состав группы, где выступает российская команда. И вот мне бы хотелось узнать вашу точку зрения, что вы ожидаете от этого европейского первенства. Очень тяжелый вопрос. Я оптимист. Всегда надеюсь на лучшее. Хотел бы, чтобы не хуже лет 18-го года. Хотел бы еще лучше. У меня в последние годы было много вопросов в сборной. Гораздо больше, чем в Спартаке. Потому что Спартака моя команда. Сборная тоже моя команда. Но я чувствую по себе, по окружающим, пересходит не такая положительная. Ну вот, сборная по хоккею я взяла и выбрал. Так, легко и буднично, как когда-то. И сразу, сразу что-то развернулось. Вот если у вас, ребята, наши сборы не смогут, не смогут. И очень надеюсь, что они смогут преодолеть. Сигарка. Ровно 20 минут. И в дополнение, я могу очень надеяться, что Спартака, приглашенный в состав сборной, появился для самой лучшей стороны. Да. И праздник. А иногда, когда Артемович Рождец, все бы на царство. Спасибо большое. Иначе я вторую. Ты что видел? Погнал. Мы там погнали. Они хотят разговаривать, пишут. Пусть походим. Каждый вам не будет отвечать. Все, по-другому. Поехали? Мэм. Спасибо. Сергей, ну такой, сразу вопрос. Вы здесь первый раз? Понравилось? Вы все это увидели уже в таком более-менее построенном, скажем так, виде. Когда мы еще увидели еще фундамент. Какие геевые впечатления были, вышли на поле будущего стадиона, в такой импровизируемом поле, чтобы почувствовать, какая атмосфера, что, не знаю, в голове, в сердце уже. У нас все расстройки были, да, фотографии, которые, знаете, видел, будут расстроены, и, на принципе, в живую, да, научусь все это иметь, все-таки более другие эмоции. Видно, что вот-вот скоро, конечно, все будет уже в таком виде, ведь все будет положено быть. Надеемся, что все будет в срок, да, и, конечно, мы сыграем на своем все-таки. Ну, все-таки фотографии-то одно, а вот сейчас уже, в виде на поле, можно представить вам поражение знака, что вы сам действительно. Вы регулярно на поле бываете. Представить, там можно поражение, он все-таки больше, 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 больше. Скорее, все-таки, реально, все-таки. Я вообще нечем скажу. Я тоже не знаю. Наверное, не знаю, в принципе, уже видно, да, чертами строительства, начиная, центр, поле, да, показали, где разбивался, но пока все-таки это не будет. Вообще следили за ходом строительства, по новостям? Слышали о том, что в 2000 году уже собираются открывать уже для игр? Как вам такие темпы? Хорошие, то есть, встречаться через два года, да, не меньше, то есть, не сферокистные делали, поэтому, надеюсь, что не будет никаких проблем, да, воздух и все. Это, вот, играть в другую карту, играть на студионе «Спартак», это для футболистов, эмоционально. Разные вещи, это на психологию влияет вообще? Конечно, разные, во-первых, это наш стопион, не тот, который мы являемся. Мы будем, хотя бы тоже, в принципе, родной стадион, да, во-первых, это будет, я надеюсь, что наши болельщики будут заполнять стадион в тот раз, то есть, в каждой игру это будет коншлаг, плюс поле будет рядом с трибунами, то есть, с ним будет куда-то дороже, атмосфера, думаю, будет еще более, более, эмоционально, чем лучше. Как вам перспективы того, что база может находиться прямо в непосредственной 30 стадии? Честно, мне это, с одной стороны, приятно, то, что я был во-первых в городе, и это не как урок, а мне нужно будет ехать за город, потому что это здорово. Хотя, как Тарасов, это история, да, это, который тоже у нас второй дом, и мы, в первую часть времени проводим. Поэтому, с одной стороны, разные эмоции, но я больше не пиратный. В стадион, мне нужно будет на игре ездить, там, в автобусе трястись, с хорошей командой. А следите ли за этой конкуренцией между спартаком «Спартак» и «Динамо», а у «Трубили» и «Черпионов»? Нет, не слежу, по-моему, я вообще не слышал никаких, что «Динамо» начало стараться, не начало, поэтому я вижу, что у нас стадион строится, я вижу фотографии, подожди, там, в какое-то время. Пока, я думаю, не лидируем в этом вопросе. Ну, будет приятно, если «Спартак» опять едет, «Спартак» и «Спартак» и «Спартак». Так, если честно. Главное, чтобы команда опередила другую команду, а «Спартак» и «Спартак» и «Спартак» и «Спартак». Скажите, мы уже спрашивали про здоровье. Про здоровье, как раз мы не спросили, и самое главное. Когда я тренируюсь, установлю, естественно, надеюсь, к началу сборов я должен строить. То есть все «Лосочки», а ты сейчас тренируешь? Все работали, все работали, я отдыхал до этого, но не отдыхал, не играл. А какой-то отдых перед 10 июня запланирован? Или будешь целиком работать? Ты здесь в Москве едешь? Вот сейчас следишь, наверное, за тем, как тренировать сборной России, за новостями из ее страны. Как оценишь шансы Дину, Камбарова, Артема, чтобы попасть в окончательный список? Вполне приличный. Не знаю. Я думаю, что тренера, да? Но, как мне кажется, они достойны. Как ты общался с ними в последнее время? Не договорился. Не отвлекаюсь от их работы. Спасибо. 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 Не-не-не, вы там встаньте рядом. Да ладно, не чаю, вы там продавите, а потом фотографируйте. А может быть вы выйдете на чуть-чуть поддольте, но зато на фоне. На фоне чего? В трещинке. Он, 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 он все слышал. А что за него откроет? Станция не дала, господин. Ух ты, денег. У меня денег подвигают шарфу. Все, кто пришел. Пойдем на улицу. Идем и ездим. А где там есть? Там. Ну, не понесу это. Слышь, по полу, слушай. Переводка, вот тут. Открываешь, что ты сам говоришь. А, мы отложили это еще. Болит, звук? Да, билет, билет нам дают, и я еду. Эльдирская точка. Динамо. Вот там типа, там, и деньги на счет, и я горжусь. Я никогда не вошел. Я снял, и я снял. И я снял, и ты вдруг. Как люди, как люди думают на себя? В сентябре. Нет, нет, нет. О, 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 и не, ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ! Да, о-о, о, Спарта. Стадион Спартак? Не Спартак. Строишь стадион. Может туда или здесь? Да мне все равно. Да, туда может. Где вам удобно? Андрей, посредине, прошу. Андрей, пожалуйста, ребята, ваши вопросы, если есть. А вот что сейчас происходит? Сейчас решили два стадиона. А привезли первые сборные элементы, то есть те, из чего будет состоять трибуна. То есть то, что вы видели, это же каркас построенный, а это первые сборные элементы, на которых будет уже крепиться сиденье и все остальное. То есть если бы Леонид Федорович согласился на две недели позже все это мероприятие провести, мы бы уже одну сборную собрали. И уже было бы не вот это зрелище, такое острое, а уже было бы ими, как бы ими. То есть почти готовая трибуна вы хотите сказать была бы? Да. Ну не трибуна, а один сектор. Хотя бы, хотя бы. То есть в каком виде бы выглядеть бы? Да, звено какое-то. Да, да, да. Ну то есть нам надо, поскольку это сборняк, нам нужно сейчас собрать, проверить диаметрию, то есть первый элемент, убедиться, что оно все собираем. И дальше мы размещаем на заводе уже массовый заказ и оно понеслось с душеврой устанавливаться, строиться и монетеляться. То есть мы надеемся, что в август уже чаша будет выполнена на 80-90. То есть ко времени начала чемпионата Европы уже один сектор был был? Ну как бы они не сектор, они вот, ну 7,5 метра вот эта вот линия до самого верху стоят. Почему до чемпионата? Ну да, до чемпионата Европы он и будет ставить. Ну до 31-го они должны закончить. Какая связь? Если вы хотите резервным сделать, то не успеем. Не успеем. Не успеем. Или украинской территории. Или мониторий спасатель. А что за обрамачили? Ну если бы, да. А саленем такую идею? Не успеем. Не успеем. Не успеем. Где просмотры матчи? Здесь? И кассов не хватит. И кассов не хватит, да. Визит, а комиссия УЕФА была? Вот смотрела? Комиссия УЕФА, она довольно часто тут приезжает, встречается. Но они на стадионы особо не ходят. Была презентация всех трех стадионов, которые планируются в городе Москве в Лужниках. Все презентовали, пришли, сказали, у нас одна из лучших была презентация. Ну это как бы личное мнение тех людей, которые слушают. Что там подумала УЕФА? Ну сам же не знаю. Нам достаточно... Осенью скажут. Ну да, в сентябре будет решение. Ну хотелось, чтобы оно было объективное, а не политическое. Но у нас шансы перед Динамо есть, предпочтительные? С точки зрения месторасположения, той инфраструктуры, которую создает город Москва и все остальное, у нас конечно идеально придет. Потому что прикинуть, что на Динамо возможно развести то количество парковок и все остальное, это для города достаточно сложное решение. Здесь, как бы, площади достаточно, место полегче. Но, как я говорю, это решение, к сожалению, больше политическое, чем бы. Конечно бы хотелось, чтобы это было под это все и делалось. Какие минусы у нас на данный момент, которые вы чувствуете? Не только из-за меня. Вы истинный факт, как вы просто чувствуете, что вы за себя подтянули. Здесь та проблема, которой сейчас Москва стала сильно уже заниматься реально, но про которую мы уже говорим с 2010 года, это транспортная инфраструктура. То, что инвестор не потянул. Ну вот сейчас, слава Богу, эта проблема уже прошла достаточно далеко. То есть принято решение по метро в 2014 году обещать в 2013, но будем считать реально, в начале 2014 года станции будут уже все утверждены, проектированы. Все это идет, то есть я думаю, в следующем году появится плава. И предпроектные разработки уже сделаны по реконструкции Волголамского шоссе. То есть со всеми съездами к стадиону, с обвязками, со всеми остальными вещами. Ну вот, когда они превратятся в проект и начнется строительство, мне сказать трудно. То есть если мы надеемся, что мы сначала, ну то есть в конце 2013 года у нас будет готовность, скажем так, процентов 95, может быть и 100, но это как бы мечта. Ну, думаю, что да, потому что у нас выхода другого нет. То вот транспортные инфраструктуру в реальность. То есть заезд на стадион будет проблематично. Потому что сейчас у них предпроект, потом проект, потом строительство. То есть в реальность строительство они начнут в 2013 году. За год такой объем сделать нереально. То есть эта проблема есть, и она будет. Ну, главное, что нам стало решаться, и решаться, в общем, достаточно понятно и хорошо было. Ну, более дарно в Москве, я думал, это будет лучше. У нас же обычно хорошо, чем в 2017. В 2017 год вот и побежали, а тут, в общем-то, начали уже заниматься этим в 2012 году. Так что есть надежда, что чемпионат мира пройдет. По крайней мере, в Москве нормально. Учительные транспортные проблемы, да? Ну, через два года, навряд ли, наша реконструкция этого шоссе поможет? Не-не-не. Они достаточно много хороших решений приняли. Но они все равно прибавятся, да? Наверное, кто будет больше упавать на общественный транспортный? Ну, естественно, потому что мы надеемся договориться с РЖД, то есть поэтапно, чтобы все-таки здесь поставить еще станцию, чтобы можно было, потому что теория есть, у Малого кольца железнодорожного. Плюс, если будет принято решение, сюда можно на речном трамвайчике приезжать. Плюс метро, ну и автобусы, и все остальное выйдем, и на Новоколанке, РЖД. Все это будет работать. Ну, и люди приезжают все-таки там отдохнуть и пиво попить. Поэтому, естественно, я надеюсь, что машин будет больше, желающих попить пиво побольше. На стадионе, да, был стадион. То есть будет примерно как в самом Петербурге, да? Ну, я сейчас был на финале Лиги Чемпионов. Я не могу сказать, что особо трезвые приезжали немцы и англичане. Они нормально готовились к стадиону, при этом они не были ни другими, ни злыми, друг другу мордой не били, а отлично болели, так же дружно разошлись. Никакой проблем это не вызывает. Да, на стадионе и в округе продавалось безалкогольный гир. Но его употребляли ничуть не меньше. Ну, сейчас, так сказать, вы уволены на Лен-салине, да, какие-то из себя выписали. Ну, особенности для стадиона, которые сюда принести на ночь? Не, ну, мы для этого часто ездим на все большие мероприятия. Ну, вот основной недостаток всех старых стадионов, к сожалению, остается в туалете. Ну, мы постарались это учесть, чтобы их количества будет достаточно. Потому что, конечно, очереди, видите, как дружные немцы и господа англичане выходят и дружные струны поливают по лесу. Да, омывают и не возбуждают. Полиция как печально на это смотрит, но реально в туалет надо стоять минут 15. Как раз закончится пиво. Ну, и в туалете там стоит. Нормально. С продажей пива есть вопросы? Достаточно серьезные. Вопрос вот по Волганску. Предпроектные работы уже есть, да? Есть. Не генпланы уже, в принципе, осталось утверждение мэра. То есть, они должны пройти. Ну, то есть, это уже как бы гюрократическая структура. То есть, те предпроекты, они должны вынести там, я не знаю, какое-то свое, где будет принято решение окончательно и будет дано задание на проектирование. Может, они уже и прошли эти этапы, честно говоря, до конца не допускать. Но предпроект мы видели, видели эти решения. Были последние несколько совещаний по этому вопросу. То есть, им плотно занимается. Вот реально последние месяца четыре этим вопросом занимается даже, наверное, полгода. Очень плохо. То есть, раз в две недели мы встречаемся с представителями Москвы. Все это обсуждается, решаются вопросы, доводятся решения. То есть, сейчас явно, что это все будет сделано. Андрей Ильич, а напомните, какая будет постоянная вместимость? И под чемпионат мира что-то изменится, а количество это где? Ну, у нас 42 тысячи, под чемпионат мира можно увеличить и 44. А это, если, по словам, будет увеличение стадиона, это затронет как-то? Нет, это количество мест. То есть, мы можем провести только четвертьфинал. То есть, полуфиналы, это понятно, мужники и Санкт-Петербург. Два стадиона, больше они не нужны. У нас вполне позволяет четвертьфинал проводить и полуфиналы, и Лиги Европы. По нашей заполняемости 44 тысячи. А как Вы думаете, возможно проявление мужа? Может быть, в 16-е, 17-е, 18-е годы здесь какого-то финала европейского куба? Ну, это уже зависит от того, как договориться. Реально, да. Опять же, политические воли. Финала нет. Для финала все-таки 40 тысяч мало. Финал нужно, чтобы в 65 начиналось. Для финала это нет. Если играть будем нормально, то свой полуфинал можно исправить. Лига? Да. Пробники с газоном, что-то пробуете? Засевать сейчас, как я экспериментирую, как с розоветров, с ветром, с состоянием? Здесь это не имеет такого особого принципиального значения. Мы встречались уже со многими, кто сеет поля. Это отвечают на три основных пункта, которые важны. Это подбор материалов, который лежит под травой. И хороший агроном. Остальное это все уже как бы агрономы. То есть, как в том они идти между прокладкой между сиденьем и зрем? Да, да. То есть, они говорят, есть две вещи, которые являются принципиальными и нельзя исправить. Если вы положили неправильно под основу, то есть неправильно подобрали песок, гравит, это все, ничего не получится. Будет та же беда, что когда-то была на лужниках, с чем сейчас мучается локомотив и все остальное. Потому что потом выбрать эту яну, подсыпка представляет себя. Сейчас вы видели, вот этот бетон, от него будет 90 сантиметров. 90 сантиметров гравит, песок, гравильные смеси, все остальное с трубами. То есть, если неправильно заложена вот эта подушка с дренажером подогревом и со всем остальным, никакой агроном не поможет. То есть, она сделана правильно, дальше нужен хороший агроном. Потому что один участок поля сохнет, другой мокнет, третий там еще что-то. Ну, то есть, это уже зависит от того человека, который обслуживать умеет. Вот, если есть хорошие, то приличная агрономка, по-моему, в Киргах. Нормально сделана, а агрономка таскивает. То есть, две команды играла и, в принципе, все остальные. Может, стоит его перекупить на агроном? Ну, посмотрим, может, свой потрастающий время есть. Почему это состояние агронома? Сказано, в Чакарасском, да, который вам администрировался, не два раза в десять минут играл. Это разве не будет. У вас рабочая агроном? Ну, нет агроном. Мы исследуем это такое. Считаю, что мы агроном. Потом, понимаете, там, где играют и там, где тренируются. Там боли, например, нормативные. Соответственно, шароватые. Когда выходит 20 градусов мужика, боли очень сильно страдают. Это не надо переработать. Там, если есть уезды, то есть у нас есть у нас. Знаете, как у вас было? Идущий класс. При решении в данный момент это. Потом, я думаю, что переезд Тарасков произойдет не дальше 15-го, 16-го года. Поэтому не там еще Тарасков куда-нибудь будет существовать. Потом, видимо, сейчас загадывают в 16-м году достаточно сложно. В 15-м году? Ну, 15-16-й год где-то так. То есть теоретически к чемпионату мира должна быть футбольные поля, которые на расстоянии 20-ти минут ходьбы от стадиона. Это требование. Должно быть тренировочное поле. То есть многие же команды не имеют, допустим, базы. Могут не покупать себе. Они должны приехать там за сутки до матча, и на таком же поле подлежит ТАП, провести свой тренировок и все остальное. Поэтому мы должны были все равно построить тренировочное поле. Два поля построены. Если выиграем чемпионат, тогда, может быть, кто-то захочет здесь базу, заправить базу, потом верить. Решение транспортной проблемы вы помогли с собой развитие водного транспорта, довозок болельщиков? Так что это? Это как бы наши мечты. Пока окончательное решение принято по метро и по Волоколанке. Это уже, скажем так, процентов 60 решено. Теперь у нас задача договориться с РЖД. Здесь достаточно неудобно. Видите, высоко стоит железная дорога. Но, тем не менее, конечно, подъезд на электричке самым удобнее тоже. Количество людей и все остальное. Ну, подумаем, как решить этот вопрос. Ну, а следующий же. Вводные там есть, это самое, необходима реконструкция шлюзов. Сейчас они очень долгие. А это, сами понимаете, деньги приличные. Поэтому, как бы, это уже на третий этап. Все-таки корабли там приплывают. У нас летом и не играют, а осень, как-то там. Не очень хорошо. На чемпионат мира, может, сделают, когда летом будут играть. У нас очень чемпионат, а осень. Разведение потоков команд, ну, болельщиков, возник команды какие-то прорабатываются уже сейчас? Ну, естественно. Там все разложены, как будут подъезжать болельщики, как будут подъезжать к этой трассе. Сейчас будут писать ЕФИПА сегодня, они приедут к нам. В четырем часам будут тоже свои рекомендации давать, как это делать. То есть, ну, там достаточно плотно работаем. Рисовка, вот это, да, соседей осталось. Что это делать? Доверяночек обработки. Круг вступил к озадению от болельщиков. Установить памятный камень для стадиона в том месте. Мы с вами уже на карьере на Урале взорвали яшму камень, который будет символизировать гору Лизуи. На нем установить фигуру гладиатора, согласно работающего сейчас в клубе. Как бы от стадиона какие-то затраты, мы все за счет болельщиков это делаем. Мы были бы признательны, если бы этот вопрос осмотрели и решили... Это было бы красиво. Нужно найти тех, кто вас занимается этим вопросом, чтобы связаться с... Я фангут занимаюсь. Ну, надо, чтобы подошлись, связались с нашими архитектами, чтобы выбрать место. Как согласовать, опять же, с инвестором? Основной вопрос. Да, да, да. Ну, вчера Лен Анатольевич выставил, по тех ключей поддержал. Не, ну, потому что какая-то вот, при любом стадионе всегда существует что-то притягивающее внимание. Кто-то мячик кладет, кто-то что-то еще, что-то еще. Тем более... Большой свинью поставить у родника, я не знаю. Большой свинью лучше подложить, а сами да, соседи подложить. Как идет взорван, он уже лежит, или кто-то ждет печаток, как его ПЖД доставит и так далее. Ну, это только так надо планировать, в конце 13-го года. Да, 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 не раньше. Главное, чтобы так нахват был. А то как сделают... Мне нужно найти тех людей, с которыми они общаются, чтобы мы могли выбрать это место, потому что потом будут как-то нарисованы, как-то тиснуть, чтобы понять куда там, на лицевой стороне, с обратной. Ну, конечно, там просто понять. Вход будет как раз на северную. Ну, входы те же два. Ну, основная проблема, которая будет, в принципе, это заставить людей в другой вход. А камень спросит, листоват-то оттенка? Да, я же... Ну, люди же так привыкли, здесь вот с каждой стороны, там получается... 24... Никаких финансовых затрат, не главный инвестор, не стадион, как верится, не несут, а болельщикам, будет приятным тем самым поучаствовать. Ну, и в том числе, я не знаю, там, в последующих субботниках, когда так было менее 10... Ну, это когда нужно будет уже, да, в порядок приводить. Да, готово, да, в порядок приводить. Мы всегда... Зарим дерево и так далее. Ой, это святое, это по 4,5 тысячи. Если бы еще с собой его принесли, вот это была финансовая помощь. Каждый купит именное дерево болельщиков. Кстати, идея хорошая. Электрички бабушек завернем в начале дачного сезона, но они яблонки везут, яблонки не потянем. Но уже нормально. Яблонки не потянем. Кстати, еще такая есть идея, она тоже очень серьезно мотивирует и болельщиков. Какие-то именные таблички или на стадион, или на плитку. На плитку эта идея есть, она поддержана, да, это будет сделано. Просто опять же, нужно будет с вами подумать, просто в каких местах это сделать. Либо аллею сделать, либо при центральном входе все, нужно понять, сколько люди готовы за это заплатить, сколько стоит эта плитка и в каком виде. То есть это просто надо встречаться, обсуждать, потому что тогда пойдет отделка. Люди важно ощущать сопричастность к стадиону, что это вот мой кусочек, мой техничек. В принципе он же и строится. Понимаете, с точки зрения рентабельности и всего остального это как бы кошмарно, убыточная вещь. просто за пределами понимания человечества еще люди это делают. Но в Германии как-то они еще справляются, потому что футбольных матчей 16. Плюс, ну будем считать 4 кубок, 4 еврокубок, ну то есть максимум, что можно выжить 25 матчей. Ну если там сборную позвать, ничего, это уже такое философское рассуждение. 25 мероприятий в году, 44 тысячи громадина стоит из бетона. То есть лучшие, кто удается немцам, они как-то будряются, загонят людей на стадион, еще 30 мероприятий. Но в любом случае это только окупает, только содержание. А в России все равно тяжело зарабатывать на обладающих? Невозможно. Тяжело это не то слово. Я говорю, они зарабатывают же не на мероприятиях, потому что за мероприятия платят клуб, да? Причем у них платит клуб 450 тысяч евро за проведение матча. У нас 450 тысяч клуб наших родных платить нам не будут, это понятно? То есть, поэтому здесь расчет на то, что какие-то мероприятия придумают на нем, поэтому и заложена была рядом открытая арена, на которой мы надеемся, что осенью там земного, чтобы газон не портить, можно на искусственном поле провести несколько матчей. на следующем используют концертный зал, как площадку лет, чтобы он хоть немножко содержал и кормил этот пункт. – А искусственные… – Крыгарин. – Ну вот, вишите, да, монету. – Название трибун, да, то есть планируется их обозначать А, Б, С, Д, или все-таки… – Не, ну они будут классически называться А, Б, С, Д, а у инвестора есть идея, что какая-то будет трибуна Старостяна, то есть там как-то сейчас над этим вопросом работают, там уже со скульптами разговаривают, чтобы посадить там и братьев Старостяных, и Федоров Черенковых, и не знаю кого там еще, до конца всех этих идей дизайнерских не знаю. – Да, но если тут… – Бетон отлить бы. – Ну там одна проблема, если бы на гостевую трибуну бы посадили кого-то… – Не, ну на гостевую. – Там, конечно, ничего от памятника не осталось. – Ну я не думаю, что… Ну когда-то должен разум прийти к людям, а не на футбол начнут ходить и не подраться. Все равно все меняется. И безумцы тоже должны исчезли. – Было же такое в Германии, было такое в Англии, но затихло все. – Я же говорю, вот, ну что, сидела в Баварии, которая ждала этого праздника, и продулись они. – Ну не убили же они Челси. – Вышли те спокойно и уехали. – Поэтому я думаю, что должно когда-то что-то произойти. – Мердорик, скажите, пожалуйста, а российские контролирующие, в общем, всеми дар, надзоры и так далее, они часто проверяют, где он и насколько с ними дается взаимодействие? – Понимаете, потому что я сняшко есть в апреле по информациям о 40 нарушениях? – Вы это как бы понимаете, что нарушения на строительство стадиона есть всегда. То есть не убран вовремя, мусор брошен, это не те замечания, которые являются принципиальными. Принципиальными являются это нарушения раскладки арматуры, потеря, ненабор прочности бетона, неправильно выполненные конструкции. Таких серьезных замечаний у нас нет. Архнадзор у нас сейчас вообще все види щелка. К сожалению, у нас установлены две камеры, которые имеют доступ к Архнадзору, и он может ежечасно, ежесекунду смотреть, поэтому там и без каски нельзя пройтись, и без этого. А так они раз в две недели минимум здесь. Конструкция серьезная, то есть это уникальное строение, поэтому внимание слишком пристанное. – Финяк? – А может, даже и самая функция, все-таки не работает, халатность среди строителей? – Ну, халатность среди строителей мы не допускаем, это наша задача, потому что те же решают проблемы просто, если мы что-то не рубим, мы оштрафуют и все. А чтобы все делалось правильно и хорошо, это вот задача сотрудников, которые работают постоянно. И за этим смотрят внимательно, и в этом и тут, в общем, строители поначалу плачут, пока привыкли. Немножко уже отвыкли от того, что достаточно жесткие требования. Ничего нового не придумано, но при строительстве сейчас мало таких людей. а здесь все-таки воспоминания о том, что будет 45 тысяч человек на трибунах, как прочим, составляет быть паркулезой. – Если вопросов больше нет, то тогда спасибо, Андрей Анатольевич. – Да. – Спасибо вам. – Спасибо, спасибо. – Удачи, хорошие посадки. – И до встречи на стадионе. – Там? – Когда жмите. – Когда чашка будет настроена, тогда будет совсем интересно. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.